Рюкзак-переноска для собак, кенгуру для мелких пород. Человек, владеющий собакой и любящий путешествия, нередко задумывается о том, как можно отправиться в дорогу и взять с собой питомца. Существует множество вариантов переносок, но многие из них довольно жесткие и неудобные, причем для обоих, собаки и хозяина. А ведь животное должно ощущать комфорт в дороге, для него это настоящий стресс. Одним из лучших вариантов является рюкзак-переноска для собак. Для чего нужен рюкзак-переноска собаки? Помимо путешествий со своей собакой, рюкзаки являются универсальным переносным устройством и могут потребоваться в следующих ситуациях. Если пес получил травму, или хозяин забирает его из больницы после лечения, операции, рюкзак позволяет пройти в те места, где с животными вход запрещен, к примеру, в парк, общественный транспорт. С такой переноской можно спокойно передвигаться на велосипеде. Так как руки будут свободны, как перевозить собаку. Это идеальный вариант для питомцев, которые имеют неустойчивую психику и не. Любят контактировать с другими животными, людьми. Реальная возможность переносить пожилых собак, которые во время прогулок быстро устают. Обратите внимание. Рюкзак будет полезен, если собаковод только взял щенка. Малышам свойственно быстро уставать, поэтому порой его приходится нести домой на руках. Переноска для небольшой собаки, как это устроено. Сумка-рюкзак для маленьких собак шьется по типу и подобию обыкновенных рюкзаков, но с тем отличием, что первый имеет вентиляционное отверстие. Чтобы пошить один рюкзачок, производителю приходится использовать несколько типов тканей и материалов. Основу обычно изготовляют из полиэстера или нейлона. Это действительно крепкие ткани, которые могут выдержать не только вес собаки, но и зубы когтя животного. К сведению, эти материалы являются водоотталкивающими и хорошо защищают от порывов ветра снега. Остальные части рюкзака также шьют из износа стойких материалов. Некоторые производители вставляют утепляющие вставки, чтобы животное не мерзло. Это может быть синтепон или хлопок. Это актуально для собак небольших пород, которые мерзнут даже летом. Чтобы обеспечить максимальный комфорт, можно приобрести рюкзак для собаки с иллюминатором для обзора. Рюкзак для собаки. Виды и модели сумок-переносок. Рюкзаки-переноски бывают два основных типов, закрытого и открытого. Последний вид предполагает, что у сумки есть специальное отверстие для головы и лап животного или кенгуру для собак мелких пород до 7 килограммов. В модели закрытого типа пес сможет только лежать или сидеть. Еще один из вариантов, рюкзак-трансформер, он может быть рюкзаком или сумкой на колесиках. К разновидности рюкзаков относят и слинг. Это мягкая переноска-рюкзак с тем отличием, что животное находится впереди, и хозяин всегда будет видеть его, к тому же и руки будут свободные. Слинг также можно носить на груди за спиной. Важно! Эти модели рассчитаны на животных до 8 килограммов. Сумка для переноски животного, как выбрать по материалу и размеру. Прежде всего рюкзак для собаки на спину лучше выбирать вместе с питомцем. Имеется в виду, что в магазин лучше взять пса и в понравившуюся переноску посадить его. Если животное будет скулить или вести себя возбужденно, то эта модель точно ему не подходит. Важно! Нельзя использовать рюкзак-переноску, взятую у знакомых. Любая собачка чутко чует запах чужого, даже если вещь прошла обработку. Если же все же пришлось воспользоваться чужой вещью, рюкзак-переноска для собак до 10 килограммов должна быть выстирана несколько раз, желательно. Просушена под прямыми солнечными лучами. Внутри обязательно следует обработать средством от паразитов. В идеале лучше даже отдать в химчистку. Общие требования к рюкзакам. Он должен быть обязательно водонепроницаемым. Мон небезопасными, желательно защищенными. Низ переноски. Должен быть крепким и ровным. Материал должен хорошо чиститься. Никаких острых и колющих кантов и предметов внутри не должно быть. Текстиль, особенно внутри, должен быть гипоаллергенным. У переноски должно быть достаточное количество вентиляционных отверстий. Внутренний материал легко стираться. Материал должен быть износа стойким, чтобы даже после зубов и когтей на переноске не оставалось следов. Зимний вариант переноски внутри может быть обшит искусственным мехом. Важно, выбирать рюкзак необходимо по сезону, недопустимо, чтобы собака мерзла или, наоборот, ей было слишком жарко. К самому материалу, из которого будет изготовлена переноска, выдвигаются жесткие требования. Фурнитуры и швы должны быть прочными. Тканевые рюкзаки подойдут из следующих типов материалов. Нейлоновые, включая сетчатые, флопчатобумажные, полиэстеровые, водоотталкивающие, прорезиненные, джинсовые, если выбор пал на жесткую конструкцию, то корпус переноски может быть изготовлен из пластика или других полимерных материалов, закаленной, пены, композитного материала. Обратите внимание, зачастую производители делают твердое дно и мягкую подстилку, то есть получается что-то среднее из разных материалов. По размерам рюкзак должен соответствовать габаритам животного. Рюкзаки не предназначены для ношения крупных особей. В остальных случаях можно придерживаться следующей таблицы. Важно! Переноска должна позволять животному переворачиваться или стоять, если речь не идет о кенгуру для мелких собак. Главное, проверить, чтобы внутри должен быть поводок и карабин, которому необходимо пристегивать животное, чтобы оно случайно не убежало, испугавшись окружающих. Можно приобрести переноску с прозрачным окошком, чтобы любимец мог наблюдать за происходящим вокруг. Прозрачный рюкзак, самому хозяину также следует подумать о своем комфорте и лучше выбрать модель, которая имеет пояс. Он позволит перенести со спины половину тяжести от ноша на поясницу. Хозяин должен ответственно относиться к перевозке любимца, всегда брать с собой поилку и периодически проверять, как чувствует себя животное. Сам рюкзак необходимо регулярно чистить, если загрязнение серьезное, то лучше отдать в химчистку. Перед поездкой пса необходимо приучить к рюкзаку, дать обнюхать и поносить его дома в переноске. Внутрь можно положить подстилку питомца и даже покормить, чтобы переноска не вызывала у него страха и беспокойства.